Здравствуйте дорогие друзья! С вами Светлана Короткая. Сделала я вот такие яркие красочные панно. Сложного здесь ничего нет. Работы все объемные. Могут служить замечательным подарком. Как я делала каждое панно, я показывать не буду. Покажу только основные моменты. Друзья, свои поделки я буду делать из гипсовых отливок. Как я их делала, я подробно показывала в отдельном видео. Вверху на экране идет подсказка, а также ссылку я дам в описании под видео. Но хочу сказать, что применять в работе можно абсолютно разные материалы. Не зацикливайтесь на одном гипсе. Это могут быть подделки даже из соленого теста. Вот, например, к Новому году делала петушка. Не имея даже формочек, можно вырезать любую фигурку. На видео с новогодними игрушками я тоже даю подсказку. Все заготовки мои высохли. Перед работой не забываем загрунтовать все гипсовые поверхности акриловой краской. Кто красиво рисует, обязательно нарисуйте фон. Но я свой фон украшу декупажем. Клей ПВА с водой для декупажа. Ну вот, про салфетки не могу не сказать. Есть еще видео у меня, где я подробно рассказываю про различные салфетки. Но обратите внимание на совершенно простые однослойные салфетки. Замечательный декупаж из них получается. Просушиваю и покрываю акриловым лаком. Несколько гипсовых фигурок я уже разукрасила. Но не знаю, подойдут ли они сюда по цветовой гамме. Расписывать буду акриловыми красками. Друзья, на основе акриловой краски и серебристой эмали я сделала вот такие краски. Просто смешала. Это я экспериментировала. Добавляла я вот такую эмаль из строительного магазина. Вот как она сверкает. При добавлении металлика цвет изменяется. И ярко-красный был. Вот как на гребешке. Цвет сильно меняется, но зато мы имеем вот такие металлические оттенки. Пёрышки вот добавлю. На свету это всё будет переливаться. И вот уже не такой простой хвостик получился. Ждём, когда подсохнет и покрываем акриловым лаком. Честно говоря, получаешь удовольствие, когда вот расписываешь. Казалось бы, совсем детская фигурка. А вот такой интересный эффект. Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, можно использовать вообще любую массу для лепки. Как солёное тесто, так и покупную. В данном случае у меня солёное тесто. Ещё задекорирована вот такая поверхность. Однослойная, совершенно простая салфеточка. Клей полимерный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Краска называется античное золото. Выделю объёмные элементы и выступающие детали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подготовила вот под этот колокольчик На самом деле я не художник и думаю, что вы сможете нарисовать даже лучше меня. Уроки по рисованию я смотрю на канале Ольги Мишиной. Канал называется «Уроки рисования с Ольгой». И также есть замечательный канал «Валяшки» Анны Константиновой, которая тоже показывает уроки рисования. Кстати, на этих каналах очень много и других полезных мастер-классов. Ссылочки на эти каналы я дам в описании под видео. Вставлена губка. Субтитры сделал DimaTorzok Маленькие шарики. Вот такие они прям пушистенькие получаются. Получился вот такой весенний луг. Просто для интереса. Сейчас мы попробуем. Посмотрите, сюда что угодно подойдёт. Всё хорошо, но вот эти петушки у меня получились без ножек. Маленькие шарики. Субтитры сделал DimaTorzok Маленькие шарики. Субтитры сделал DimaTorzok Маленькие шарики. Субтитры сделал DimaTorzok Каждая работа для меня была очень интересна. Приходилось придумывать различные фоны, окрашивать фигурки и добавлять какие-то объёмные элементы. Друзья, а я на сегодня с вами прощаюсь. Если это видео вам было интересно, не забудьте поставить лайк. Благодарю за просмотр. До новых встреч!